девочки у марины начались сверлить а у меня сегодня за утро пока помокрил потолок вот мокрое пятно свежая и вот трубы хлопцы не забрали еще трубы лежат вот здесь и вот здесь трубы лежат еще лежат доброе утро всем доброе утро сейчас позвонила вицке я говорю может быть тебе чего-то хочется что-то принести тебе он говорит ничего не надо если что захочется я скажу тебе потом говорит вот завтра уже 24 или сегодня 24 25 уже должны звонить насчет окон я города не волнуйся ты насчет окон видите лежит человек в больнице волнуется насчет окон а вы меня винили что это моя затея окна это не моя затея окна и не моя затея обои клеить и не моя затея ламинат вложить это все хочет он так вот это он хочет а крышку на унитаз новую он купить не хочет сколько я его просила давай купим новую крышку на ум на унитаз не могу допроситься как-то так собираюсь выйти куда-нибудь собираюсь оплатить за квартиру сегодня какое число у нас 24 до собираюсь оплатить за квартиру а что еще мне надо а не знаю что мне надо на улице хорошо 10 градусов тепла все эти трубы перенесла сама на второй этаж я говорю дима принести тебе трубу но синие тяжело принести все и все эти трубочки я попереносила разбомбили там у марины но совсем немножко разбомбили если по-хорошему там можно цементиком замазать и все никакой плиточки докладывать кусочками не надо там они очень аккуратно сделали они вынули вот этот тройник который идет от одной квартиры другой квартиры там маленькая тырочка там даже за унитазом ее и не видно вот ладно девчонки пойду я куда-нибудь комментарии ваши не читала не знаю что вы пишете день день утро так прошло пока себе завтрак сделала пожарила обрезки сала с яйцом поела чай попила вот такого особо показать нечего завтра 25 до 25 завтра выйдет моя газета будут звонки только уже вот на этот телефон вот на это с кем я вам разговариваю и мне придется записывать на тот а потом с того переписывать сюда ну я хочу чтобы вам интересно тоже было девочки ну вам же тоже интересно ну правильно и мне ролики вам интересно ладненько все буду собираться хочу идти у наши соседи купить хлопцам бутылку кваса пока они работают пусть у дюхор ли промочат кваса попьют не газированной воды продается бутылках квас лицкий хочу купить им квасу пусть хоть хлопцы попьют жалко мне их не всех жалко все давайте решила вам пожаловаться мало то что вчера от витьки ехала села не на тот автобус но она то на тот но он повез в белицу а сегодня села на 12 мне надо было остановка бывшие товары для дома но сейчас называется римба техника а завез он вот сюда на старый аэродром вот этот вот дом длиннючий длиннючий называется то вообще-то китайская стена кожура 1 он очень длинный на весь вот этот вот промежуток вот и поэтому и поэтому иду пешком теперь но через базарчик пройду а еду я девочки знаете чего умилу хочу купить свою краску в нермаге нет у нашей мили нет может быть здесь будет в этой мили мой номер 9 132 так что вот так тут тоже магазин соседи так соседи там океан или это наоборот да нет здесь когда-то был ресторан жура журавинка когда-то когда-то советское время семидесятых годах восьмидесятых короче иду завез меня автобус автобус 12b они девочки там еще есть такую пристроек вот это бывший океан магазин а вот там там пристроек это ресторан журавинка видите какая красота спасибо что хоть автобусу не туда завез хоть посмотрим с вами на эту красоту ох как красота ну это ж надо двенадцатый двенадцатый идет на сельмаш на маневича до электроаппаратуры потом под мост а это 12b он поехал по аэродрому вот это вот район называется старый аэродром вот этот вот район здесь когда-то девочки самолеты приземлялись улетали я даже помню здесь был пустырь кто гомельский тот будет знать кому-то это выражение не понравилось а но так подстать кто гомельский тот будет знать вот это называется сквер строителей не знаю почему назвали строителей сквер строителей ну то ж надо завез меня не туда ёкалэмэнэ голова мерзнет надо капюшон надеть о мерзнет кумпол а вон еще пристроечка вот то было ресторан журавинка в советское время а вот то дальше где соседи я показываю это был магазин океан про океан стишок был советское время про магазин океана кильки в томате девки в халате только не девки на букву б на стенках чешуя а на прилавках нема ничего запомнили стишок кильки в томате и девки в халате на стенках чешуя а на прилавках нема ничего вот а это был когда-то ресторан журавинка на втором этаже в советское время семидесятые годы восьмидесятые копеечка дискаут не роста чистоты за и зайти может здесь будет моя краска ой блин одежда перейти а вот переход пойду начали сюда зайду ну вот зашла я вот такая крыша тут магазин вал берез а что тут острова чистоты нету везде этот долбаный вал берез надо зайти узнать не знаю что тут на втором этаже на первом этаже продукты такая лестница крутая видите по какой лестнице я иду ой тут мебельный что-то острова чистоты нет мебельный не пойду там одни стулья девочки там написано остров чистоты нету и вот так вывеска висит вот я и зашла ясно спасибо мебельный вот видите вывеска висит на весь магазин остров чистоты а его там нету на заборе написано кое-что а там дрова так и здесь остров чистоты вот зачем я переходила вот зачем я переходила чтобы идти сюда как это все действует на нервную систему на нервную систему это все девочки действует понимаете все действует на нервную систему до бешенство даже до бешенство написано ясно остров чистоты верху убила про всех при всем количестве краски одна единственная пачечка стояла вот 9 132 вот вот здесь вот стояла одна единственная пачка вот здесь больше нету при таком количестве краски моя она меня ждала здесь 9 132 как хорошо хоть в одном повезло хоть в одном повезло так этим я не пользуюсь и там мне ничего не надо вот я в косметике не бум бум что что это такое продают гиллорурон рефинолит а что такое рефинолит антивозрастной уход восстановить объем ночной кожи ревитолит ого ревитолит 51 рубль ревитолит с новой гиллороновой кислотой микроэлемент ревиолит ревиолит вот что здесь за баночки что здесь за бутылочки а темный лес а здесь что туалетные воды женские все это надо специально проходить и специально смотреть а когда тебе это не в тему не в жилу так оно и не интересно правда правда я всегда правду говорю баночки бутылочки дезики или это лаки даже не знаю что это не главное вот что я взяла и все приостановилась девочки на скамеечку просто приостановилась как-то я замучилась во первых я вышла из дому во первых я вышла из дому пошла купила хлопцам бутылку кваса занесла им на второй этаж бутылку кваса потом пришла домой взяла свои транты пошла заплатила за квартиру на почту так потом с почты я пешком дошла до универмага и села чтоб приехать вот сюда вместо того чтобы вот там меня высадить меня высадили вон там пока я дошла поднялась при вас на второй этаж того долбаного магазина где написано остров чистоты там ничего не было потом я прошла по рынку купила соленых огурчиков и купила все-таки помидорок купил зашла в милу купила краски и вот и все я иду уже никакая я замучилась мне хочется сесть и лечь и больше ничего и сесть и лечь мне хочется я со своей сумочкой я очень рада что я ее приобрела вот так она смотрится вы вместимость в нее небольшая кошелек салфетки ой не вижу что показывают кошелек салфетки пакеты телефон вот такие вот дела девчонки мальчишки пойду сейчас домой здесь вот слева есть кулинария так хочу зайти в кулинарию мой может какой беляшек государственный куплю или чебурек куплю вот что-то хочется мне такого вот государственной выпечки зайду гляну давно я не было в гостинице турист вот это вот там есть кулинария зайду посмотрю что там храм храм не знаю как называется храм католиков наверно это гостиница турист это четыре года отрубила эти написано турист четыре года отрубила в баре и вот это вот круглая да вот здесь сидит девушка на скамейке здесь стоял такой круглый домик называлась шайба люди так прозвали здесь тоже было летнее кафе и в летнем кафе уже когда сократились бара отсюда с туриста сократили то я дорабатывала уже здесь в бага в этом ночной шайбе что тут творилось ночной шайбе это ужас это уже что тут творилось на моей смене сперли вот стол а над столом был зонтик такой было написано кока-кола сперли этот зонт меня таскали к директору а я что я мыла посуду убирала со столика почем я знаю знаю кто спер зонт над столом такой вот зонтик был знаете вы все покрышка такая крыша так зайдем сейчас магазинчик в кулинарию посмотрим что там есть девочки вот тот он дом последний и вот этот а вон последний с оранжевыми бочками там я как только вышла замуж пришла в тот дом жить на головацкого 35 пришла жить к своему первому мужу там трехкомнатная квартира я жила у свекрови со свекром до тех пор пока родилась наташа родилась наташа у нас пошли споры ругань потому что холодильник из комнаты вынесли на кухню мы заняли резетку моей наташа не разрешалось ползать по полу однажды свекор прикрыл дверь в зале чтобы наташа не заползла наташа ручкой держалась за откос и он нет нечаянно придавил когда наташа заползала в зал то свекруха палас вот так вот забрасывала угол паласа чтобы наташа не дай бог не не описала этот палас раньше памперсов не было вот вам рассказала вот это каточек побыла я девочки в кулинарии вот это улица головацкого вот этот дом самый крайний головацкого 35 дом от гидропривода кстати от от такой организации от какой моя малосемейка зашла я в этот магазин а тут наташа же работает но я знала что наташа работает мы с ней вместе работали я упали работала она работала уборщицей убирала зал мы с ней такие дела проворачивали бармена нету бармену в подсобке и наташка мимо идет я беру открываю хлебницу я говорю наташа бери коржик так вот махна она коржик раз в это самое ну в карман и пошла в общем проворачивали с ней все что можно ой как было интересно работать когда бармены покидали территорию бара оставляли только меня посудомойку ой 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 я там была сам себе режиссер голова отмерзает девочки как бы это не кончилось плохим гляньте какая красота гляньте какая красота сколько желтой листвы даже дух у меня замер так так красиво так что такие вот дела наташа встретила купила три чебурека вот третьего река купила и купила рулетика обычный рулетик она говорит светка зачем тебе контейнер я тебе в мешочек положу я говорю давай вот такой вот бисквитный рулетик дома покажу и три чебурека но она призналась сразу чебуреки не сегодняшние чебуреки вчерашние но говорит вкусные бери не пожалеешь так что так что девчонки мальчишки а также их родители как хорошо я иду отдыхаю сколько время я не знаю пойду умею мне до дома немножко осталось привет девчонки я уже дома зашла в ванну что-то потолок мой мокрый но он утром был мокрый он точно такой был утром мокрый может быть он просохнет сейчас трудно мне наблюдать мокрый он или нет потому что там столько рыжих писяг там бы все зачистить может быть сама это сделала взяла бы шкурку зачистила бы шкуркой не знаю там же грунтовку надо какую-то вложить зачистишь шкуркой будет серая плита видна короче дима и говорил что я могу получить страховну денежки даже если квартира моя не застрахована но это нужен акт это нужно все не буду я этого добиваться там маленький кусочек но не маленький но кусочек и поэтому можно купить снежки самой что там еще надо и просто закрасить не знаю добиваться этого ничего я не буду чтобы мне оплатили ну да дима сказал света тебе платится ровно столько сколько ты вчера дала на тройник а я на тройник дала 20 рублей да что я за 20 рублей буду ходить акты собирать пусть даже 50 рублей за 50 рублей я буду акты ходить собирать это чтобы приходила комиссия досмотрела а потом жди пока тебя будут да ну нафиг девочки пойду я куплю маленькую баночку снежки что там еще шпаклевки надо это просто если бы человек посмотрел грамотный что надо я не знаю как я буду я теперь не знаю как мне забелить потолок вот не знаю ладно покажу что купила я вам уже рассказывала что я купила но надо вам показать не упадите глядите мне ну зашла ж в эту кулинарию возле туристов купила вот такой рулетик девочки на 8 рублей рулетик за весел наташа мне говорит хочешь я тебе разрежу пополам я говорю ай он 8 рублей так чего не купить мягенький свеженький вот дыша как Миша ой как вкусно пахнет не знаю с чем он девочки но купила рулетика такого вот бисквитного потом купила три чебурека сейчас подогрею на водяной бане микроволновки у меня нет и я не хочу ее иметь я напомню кто новый зритель тот не знает что у меня микроволновка горела два раза первый раз горела мне ее отремонтировали второй раз сгорела тоже она не то что там перегорела горела огнем изнутри свистал огонь купила на три рубля помидорчиков девочки но шкура о толстая на три рубля взяла думаю последний раз больше и помидоры брать не буду с них уже пользу никакой помидоры с Будокошелевского района у дядечки купила соленых огурцов для рассольника вот соленые огурчики вот для рассольника так что за бурдолю опять рассольник только попробую уже сварить по новой технологии когда я работала на заводе очень давно в советское время к нам пришла работать Люся такая женщина работала она в роддоме на кухне раздавала обеды как это только к нам пришла работать сказала где она работала я говорю Люся я тебя помню как ты заглядывала в палаты и говоришь ложки вилки есть а Люся мне в ответ говорит а что же вы гады позаноситесь в столовой все в палату а потом ложек не хватает потом ходи ищи ложки вилки и короче это Люся работала на кухне она говорит как в общепите варит рассольник перловку до готовности вообще варят отдельно отдельно вообще в другой кастрюльке вот ее промывают а потом когда уже в рассольник доваривается картошка огурчики тогда уже забрашивается готовая вареная перловка вот поэтому где б ты не не лежал в больницах столовых рассольничек прозрачный а я как вечно не сварю эта перловка разбухнет вот и рассольник такой тягучий получается мутный а этот раз я сделаю тоже прозрачный чтобы водичка была отдельно крупичка была отдельно вот картошечка отдельно этот раз я сварю прозрачный теперь я буду варить перловку до готовности а потом ее готовую всыплю в готовый рассольник по крайней мере так мне это рассказывала Люся которая работала на кухне в роддоме на советской все девочки все вам рассказала все вам показала хочу беляшей аж язык вылазит но у меня есть щавельный борщ и вот я думаю сейчас поесть мне беляшей а на ужин щавельный борщ или наоборот ой не беляшей а чебуреков наверное сейчас подогрею три чебурека их как умно и это будет мой обед все мои хорошие давайте подключусь вам попозже девчонки с какой охотой я съела три чебурека вы не представляете пока я делала на водяной бане но в кастрюле водичка кипит потом сверху дуршлаг я поставила и положила туда чебуреки пока два грелись один я съела холодный я его целиком не жевавши проглотила до того я люблю вот эту вот государственную выпечку не знаю я так отвела душу вот понимаете вот хочется всегда чего-то вот такого вот вредного неполежного девочки же работала в туристе я видела как их делают я видела как в холодильнике на этим фарше которые у чебуреков и убив беляшей стояла другая кастрюля с чем-то просто без крышки просто вот на фарш ставилась другая кастрюля но все равно эти беляши и эти чебуреки такие вкусные вам не передать словами я знаю что когда сильно много кипит масло в такой противне и жарятся беляши и чебуреки это уже очень вредно но когда я работала в баре и приходила получать на кухню беляши и чебуреки на беляшах и на чебуреках работала женщина она была уже можно можно сказать очень хорошего такого возраста к старому туда да ее держали потому что она очень хорошо девочки вы не представляете она с масла беляш брала рукой с горячего масла и мне подавала и она вот эти ее пампушечки уже привыкли к этому и короче когда я приходила получать она всегда мне вне габрилина подожди на беляшик скаю ску Sara он с первого замеса с первого масла вот когда первое масло льется и пожаривается это вот первый замес называется первая выпечка а потом когда ну а она уже это масло кипит она уже от один ряд пожарила второй ряд пожарила в третьи ряд это уже вредно это JUji масло кипит канцероген иногда и поэтому одна всегда мне предлагаешься гала свеженькая она она говорит вот с первого это с первого замеса молодец будет вела душа девочки отвела душу три пути я их целиком проглотила три чебурека сейчас хочу отвести душу борща вельны стоит на кой черт умный нужен сейчас хочу рулетика с чайком не с чайком не заваркой от просто с теплой водичкой так что так находилась девочки взяла у витьки а и вот этот вот что я вам рассказывала мы не могли подключить все попадало вот такой телефон у него старенький семнадцатого года выпуска семнадцатый год но братова жена им попользовалась очень мало galaxy a3 он аккуратненький он не пошарпан и он ничего и вот с этим телефоном мы не могли я не могла даже себе позвонить вот я записана света дегтярёва вот вот записан брат не знаю хочу подключить на свое имя на свой паспорт на пенсионный это будет дешево пенсии пенсионной да и и отнесу ему больницу пусть балуется пусть учится звали на звонить а потом когда он выйдет я его за шкирки и скажу пошли перепишем этот номер с моей фамилии на твою фамилию а сейчас вот пойду не щас может быть завтра а может быть вечером и подключусь на подключусь на свой паспорт так вот он на него коробочки лежал galaxy a3 ой а то мы тогда запсиховали а так мне здесь пирамиде девочки подключат или мальчики а я потом подойду они мне всю эту руку на рекламу уберут вот и я ему принесу пусть пусть тренируется звонить все девочки буду есть теперь рулетик душа у меня сильно разрывается очень неприятно мне посмотрела на потолок но он был до диминого приходу он был уже мокрый люди пользовались водой и поэтому но он уже был уже мокрый и сейчас он в таком же состоянии мокром как будто хлопцы нет а чего он будет просыхать когда хлопцы вынули старую трубу поставили новую он он теперь долго будет просыхать и коридор будет долго просыхать что-то на душе неприятно просто неприятно на душе вот это все скопилось вот еще неизвестно как может это не каналюга текла может это кран труба горячей воды где-то тоже лопнула но я марине сказала замазывать не спеши пусть пока так дырка будет открыто не спеши и потому что мало ли что месяц вот же не живи так я и сказала марине все девчонки девочки отрезала кусочек рулета там и орехи там и крем масляный ой вкуснотища идемте хоть кусочек отрежу айда ко мне пока я его не съела весь где чтоб похудеешь девочки вот вкусные